здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос панические атаки это повод идти к врачу или они могут быть полностью излечены правильной церковной жизнью и таинствами хороший вопрос хорошие намерения и желание исцелить с помощью глубокого церковления все свои психические проблемы но этого мало человек у нас трех составен состоит из тела души и духа и для каждой составляющей человеческого естества нужно своя помощь поэтому если вам предлагают хороший специалист хороший психотерапевт с православным мировоззрением которые умеют прорабатывать эту тему то конечно же обратитесь к нему и параллельно исцеляйте душу свою исповедуюсь причащаясь наполняясь благодатью божией и я вам скажу по секрету что в основе большинства панических атак лежит эгоцентризм любой психолог об этом скажет что человек кроткий смиренный уповающий на волю божию действительно не терзающийся днем завтрашним живущий здесь и сейчас он тоже может быть и накрыт паническими атаками но в меньшей степени чем тот кто надеется в этой жизни только на себя хочет держать все что связано с его жизнью в своих руках и ужасно тревожится по поводу того что еще не осуществилось ведь не зря одно из важнейших средств выхода из панической атаки это так называемое заземление когда надо понять где ты находишься что рядом с тобой цвет вкус запах основа люди звук то есть вернуться из состояния парализующего ужаса в настоящую действительность которая нормальная и дальше уже находить опору в боге чем дольше ты будешь идти по пути доверия богу хранением уверенности тем меньше жизни будет подобного ужаса бывает еще не хватает элементарных микроэлементах проблема со здоровьем которые так или иначе вызывают эти атаки та же щитовидка там еще что-нибудь поэтому нужен полноценный анализ вашего физического состояния психического и укрепление в доверии богу помните что без воли божией ни один волос вашей головы не упадет все не сочтены вот ищите божью благодать доверьтесь господу богу до конца и чтобы не происходило вашей жизни помните что свыше сил господь искушений не посылает и если он вашей лодке это не значит что буря не будут то значит что он от буря вас спасет и в ней сохранит пусть все кто столкнулся с этим ужасом скорее придет в себя больше никогда с ним не сталкивается кто не столкнулся ну и слава богу главное тем кто уже это испытал в своей жизни не рассказывайте каким правильно жить что это все ерунда что не хватает в тебе смирение кровотости доверия богу вот если бы все было суббота не случилось от вас не ждут морализаторство от вас ждут утешение и сочувствие соучастие будьте рядом с такими людьми не получать не назидайте окружить их любовью понимание говорить им что они важны для вас и что вы всегда будете рядом и поможете им минуту жизни трудно вот любовь то чем не хватает всем нам отсутствие чего на нас надвигает подобные атаки не обесценивайте жизнь других людей и будет всем вам счастьем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео